Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев в рамках региональной недели провел встречу с членами Магнитогорского отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Разговор получился продуктивным. Молодые политики поведали депутату о своих проектах, а он, в свою очередь, рассказал ребятам о новых законотворческих инициативах. Подробности встречи в нашем следующем сюжете. С активистами «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» Виталий Бахметьев встречается не впервые. И об их активной жизненной позиции он наслышан. Более подробно об общественно значимых проектах, которые ребята реализуют в городе, они рассказали депутату Госдумы в ходе беседы. Таких проектов порядка десяти. Молодое поколение – один из главных. Он направлен на патриотическое воспитание молодежи и развитие духовно-нравственных ценностей. Еще один важный проект – «Экостраж». В его рамках молодогвардейцы высаживают деревья и кустарники на территории города, проводят субботники. Кстати, этой весной на уборку улиц, парков и скверов они уже выходили 12 раз. Ровно столько же выйдут до конца весны. Целью еще одного проекта под названием «Здоровая суббота» является пропаганда среди детей и подростков здорового образа жизни. Вы организованы молодежи. Как она вас принимает, когда вы их приглашаете на какие-то форумы, мероприятия? Как они? С удовольствием люди? Как у них вообще отношения? Конечно, мы все разные. Подробно остановились молодые политики на рассказе о благотворительном проекте «Старшее поколение», который направлен на поддержку пожилых жителей Магнитогорска. Помощь активистов в том числе заключается в уборке домов пенсионеров, а также их приусадебных участков. Год назад с началом пандемии ребята включили в проект целый ряд новых пунктов. Не так давно отмечался год со дня основания нашего штаба, который был создан по противодействию коронавирусной инфекции. То есть во время коронавирусной инфекции мы раздали более 10 тысяч средств индивидуальной защиты. Раздавали ребята и в масках, и на улицах, и в торговых центрах. Оказали помощь пожилым людям цифру около 440. Если к нам пожилой человек обращается за помощью, сходить в магазин, в аптеку, заплатить коммунальные платежи, мы это все тоже обрабатываем. Вот у нас срок принятия решения по любому обращению составляет один-два дня. Финансовую поддержку организации оказывает благотворительный фонд «Металлурк». На вопрос Виталия Бахметьева, хватает ли средств на реализацию проектов, ребята ответили утвердительно. Вторая часть встречи прошла в режиме активного диалога. На этот раз отчитываться о проделанной работе пришлось депутату. Младогвардейцев интересовало, автором каких именно законодательных инициатив он выступил. Виталий Викторович вспомнил ряд проектов среди важных упрощения порядка декларирования доходов для депутатов сельских поселений. Еще несколько из них касаются решения экологических проблем. Сегодня есть закон, это касается экологических проблем, что сборщики макулатуры, собирать макулатуру, вы не заполняете декларацию о доходах и налог 13% не платите. Говорил с активистами Виталий Бахметьев и о планах на будущее. До окончания срока его депутатских полномочий остается менее двух месяцев. За это время нужно рассмотреть до 20 инициатив. И, конечно, принять участие в проработке законопроектов, касающихся реализации послания президента Владимира Путина федеральному собранию. В заключении встречи Виталий Бахметьев поблагодарил ребят за активность и вручил им дипломы и небольшие сувениры. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, Телекомпания, ТВИН.